В эфире Дело, я Кирилл Токарев, здравствуйте. Россия, как известно, обладает крупнейшими в мире запасами леса. Порядка 700 миллионов гектаров, но только из-за климатических изменений есть, правда, и другие причины. Наши леса по некоторым, оговорюсь оценкам, есть и другие. Горят чаще, ущерб от пожаров выше, множатся вредители болезней, хвойные породы постепенно заменяются листами, но это естественный процесс. Как результат, объем лесозаготовок увеличивается и существенно доходы отрасли, опять же, по некоторым оценкам, снижаются. По крайней мере, об этом ученые не лесного хозяйства рассказали на конференции АОН по климату в Бонне. Ученые утверждают, отрасль требует масштабных реформ, перехода на интенсивную лесохозяйственную модель, усилий по лесовосстановлению, также развития лесных климатических проектов бизнеса. Впрочем, очевидная недостаточность числа последних, климатические изменения, это не единственные беды российского леса. Так, в Генпрокуратуре, например, увидели риск потери наиболее ценных лесов из-за незаконных рубок. В надзорном ведомстве настаивают на ведении исправительных работ для черных лесорубов, в ходе которых те приведут лесной участок в надлежащее состояние. Также прокуроры видят необходимость предусмотреть механизм изъятия у регионов переданных полномочий в области контроля и охраны леса. По данным надзорного ведомства, число нарушений лесного законодательства в течение 10 лет с момента передачи региональным властям полномочия в этой сфере продолжит расти. И также, что же творится в лесном хозяйстве, выясняем сегодня. У меня в гостях заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Я вас приветствую. И директор Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства Игорь Васильев. Игорь, я вас также приветствую. Господа, благодарю, что нашли время. Пришли, все-таки я нашелся, зашелся достаточно негативных данных, что, мол, у нас и с пожарами все достаточно печально, и число их растет. Причем, насколько я знаю, по оценкам вашего ведомства, ситуация обстоит несколько иначе. Так все-таки как? Безусловно, Кирилл. Добрый день. Если позволите, начну все-таки с нескольких корректировок. Вы вступительном слове сказали, что запасы или площадь лесов Российской Федерации составляет 700 миллионов гектаров. Да, это покрытая лесом площадь, но это данные по оценкам ФАО. Это не наша, скажем так, официальная цифра, которую мы используем в Российской Федерации. Площадь лесов Российской Федерации на сегодняшний день составляет 1 миллиард 184 миллиона гектаров. Это действительно крупнейшая площадь лесов мира, это больше, чем пятая часть этих лесов. Поэтому, безусловно, от того, как мы ими управляем, как заботимся, безусловно, зависит очень многое. В том числе, безусловно, можно сказать в контексте климатической подводки темы этой передачи, что леса Российской Федерации, безусловно, имеют глобальное значение с точки зрения поглощения, секвестрации углерода в вопросах, связанных с изменением климата. Все-таки, что вы сейчас... Начали мы достаточно проблем, но давайте продолжать тоже в этом ключе, в начале, по крайней мере, программы. Что вы считаете ключевыми проблемами лесного хозяйства России на данный момент? Климатические изменения, которые меняют структуру леса, это ситуация с пожарами, может быть, с вредителями? Вот смотрите, то, что касается климатических изменений. Безусловно, мы признаем, и это делаем не только мы, это делают и многие лесные державы мира, что климатические изменения начинают оказывать эффект в том числе и на состояние экосистем, в частности, и лесов Российской Федерации. Ну, я характеризую свои слова цифрами. Вот если мы возьмем последние три года с точки зрения природных или лесных пожаров, то классы пожарной опасности, средняя, высокая, чрезвычайно, составляли в течение лесопожарного сезона более 160 дней. То есть это был и 2015, и 2016, и текущий 2017 год. Теперь посмотрите, если площадь природных лесных пожаров в 2015-2016 годах составляла более 2,5 миллионов гектаров, то в этом году площадь пожаров на землях лесного фонда составляет 1 миллион 400 тысяч гектаров. Поэтому мы сегодня говорим о том, что ряд тех системных решений, который был принят на государственном уровне, и на самом высоком государственном уровне он дал необходимый эффект. Безусловно, в 2015 году, когда очень остро обсуждался вопрос, связанный с тем, насколько эффективно мы охраняем леса от пожаров, в правительстве очень серьезно обсуждались эти вопросы. И в качестве одной из таких проблем как раз-таки был указан механизм отсутствия должной межринственной координации между уровнями федеральной, региональной и муниципальной властей. И очень многие решения, которые были приняты, был принят специальный федеральный закон, 218-й федеральный закон, был посвящен вопросам именно координации исполнения полномочий лесных отношений, охраны лесов от пожаров. И я считаю, что вот цифры говорят сами за себя. При том же уровне пожарной опасности в 2017 году был обеспечен более высокий процент лесопожарного мониторинга, что повлияло на площадь обнаружения и ликвидации лесных пожаров. Соответственно, уже сегодня, подводя итоги лесопожарного сезона, а завтра в правительстве Российской Федерации, вице-премьер Александр Иванович Хлопонин будет проводить итоговый селектор по лесным пожарам. В 2017 году мы констатируем, что на сегодняшний момент эффективность деятельности и региональных властей, и федеральных властей, я имею в виду и Федеральное агентство лесного хозяйства МЧС, России позволило значительно снизить и площади, и ущерб от лесных пожаров. Это то, что касается лесопожарной тематики. С точки зрения все-таки основных проблем, да, это был основной вопрос. Я считаю, что основные проблемы, которые сегодня сохраняются в лесном хозяйстве, это все-таки отсутствие достаточности экономических самодостаточных механизмов, если так можно сказать. Сегодня есть вопросы, связанные еще пока с недофинансированием полномочий, хотя уже сегодня можно сказать, и в Государственной Думе уже во втором чтении поддержан проект федерального бюджета на 2017 год, плановые периоды 2018-2019 года, которые предусматривают увеличение финансирования полномочий в сфере лесных отношений, в целом на сумму более чем 4,5 миллиарда рублей. Это при том, что по многим статьям мы, значит, не наблюдаем такого же повышения. Я считаю, это тоже результат наших усилий, усилий профессионального сообщества, депутатов, сенаторов. Мы работаем над тем, чтобы регионы в должной мере финансировали в сфере исполнения полномочий. Я надеюсь, что закон будет принят и подписан. С точки зрения ставок платы, это вторая проблема. Сегодня действительно в структуре себестоимости ставка платы за лесные ресурсы составляет от 2 до 3%. Это ничтожно мало. В мире за ресурсы в среднем лесопользователь платит от 20 до 30% и это платежи в бюджет. Мы не говорим о том, что необходимо поднять эти ставки сегодня и сделать это завтра. Мы говорим о том, что нужно выработать справедливые экономически обоснованные правила игры на основе рентного подхода. Рентообразующие факторы должны стать основой для того, чтобы действительно справедливо взимать с бизнеса платежи за использование лесных ресурсов. И самое главное, учитывать уровень глубины переработки лесных ресурсов. То есть, чем глубже ты перерабатываешь древесину, тем, соответственно, меньше должен быть твой платеж за ресурс. Вот именно такой подход мы сейчас и разрабатываем. Но мы, я думаю, еще сейчас вернемся к этому вопросу, Игорь. Все-таки, если возвращаться к климатическим изменениям, что такое происходит и как это все влияет на российский лес? Что за изменение структуры леса и к чему это в среднесрочном, может быть, долгосрочном периоде это приведет? Я понимаю, что подход научный, наверное, исключает необходимость позитивной, негативной оценки этого процесса. То есть, процесс изменений климатических, его влияние на лес, он как окрашен? Негативный или позитивный? Ну, для науки слово позитивный или негативный – это вещь условная, поскольку здесь важна точка зрения. С одной стороны, это может быть какие-то позитивные, с другой стороны, негативные последствия. И здесь вопрос такой не совсем корректный. Ну, для экономических последствий такие будут, социальные. Вот если говорить о в целом, то, конечно, то, что сегодня изменение климата требует изучения, и мы им занимаемся, выявление факторов риска, факторов выявления тех зон, которые наиболее подвержены, в первую очередь, изменению климата с точки зрения экологической, социальной или экономической последствий каких-то, вот здесь важный момент. И здесь работа идет. Мы определили, как пессимистический прогноз, это изменение климата до конца столетия. На первом этапе, вот первая половина столетия, это изменение климата с перемещением зон, там, северной, средней таежной зоны на север, а к концу века южной таежной зоны, среднюю таежную зону. Таким образом, увеличится вегетативный период, изменяется в определенной степени породный состав, но, вот если говорить о каких-то положительных или отрицательных факторах, то здесь пессимистического прогноза нет. Вопрос в том, что, если древесина через сто лет, мы не знаем, какие технологии будут использованы, мы не знаем, какие новые материалы замещающие могут появиться в древесине, как древесина изменится в цене, так сказать, в общей конъюнктуре рынка мирового. Поэтому говорить о том, что там что-то будет плохо, нельзя. Вместе с тем, вы говорите о необходимости перехода на такую интенсивную модель. Да, но здесь комплекс проблем социально-экономические и экологические. Интенсивная модель, она как раз и рассчитана на то, что она будет удовлетворять балансу вот этих трех важных показателей. И в контексте этого и климатические вопросы будут успешно просматриваться и вырабатываться те упредительные меры оперативного и долгосрочного воздействия, которые могут компенсировать возможные негативные последствия. Ну, естественно, если говорить о том, что горимость, там, ущерб от пожаров увеличится, то необходимо, естественно, принять те необходимые меры, чтобы компенсировать. И сегодня такие меры уже принимаются. Разработаны программы, разработаны системы мониторинга, постоянно идет научное обоснование применения новых материалов, новых технологий, новых нормативов к тому, чтобы эффективно тушить пожары, не допускать их развития. То же самое происходит в области борьбы с лесными вредителями, которые, естественно, могут иметь больше развития при увеличении климатического положительного среды, баланса для них. Ну и мы можем говорить, что интенсивная вот эта вот модель ведения лесного хозяйства, которую мы сейчас отрабатываем, вот экспериментируем на первых пилотных регионах, она даст, надеемся, что она даст положительный эффект уже сегодня. Ну, будем на это надеяться. А что у нас с лесовосстановлением сейчас происходит, и как вы видите роль бизнеса в этом процессе? Потому что о том, что здесь необходимо работать крупному бизнесу, говорят очень долго, понятно, но крупные проекты есть у крупных компаний, но их, очевидно, недостаточно. Спасибо за хороший вопрос. Ну вот, кстати, как это, может быть, немножко странно может прозвучать, концепция интенсивной модели ведения лесного хозяйства в своей основе содержит изменения подходов именно к структуре лесовосстановления. То есть в основе концепции интенсивной модели ведения лесного хозяйства лежат совершенно другие технологии выращивания посадочного материала, использования посадочного материала с закрытой корневой системой и организации эффективного воспроизводства лесов. Мысль очень простой. В Российской Федерации, к сожалению, пока еще сохраняется некоторый дисбаланс размещения производительных сил, производственных ресурсов и сырья. Сырье у нас это Сибирь, Дальний Восток, еще отчасти Северо-Запад. Основные производства, так уж исторически сложилось, они размещены были в центральной части России и частично в Северо-Западе. Есть отдельные крупные предприятия в Сибири. И, собственно говоря, вот в последнее время, почему возникла идея концепции интенсивной модели ведения лесного хозяйства, она у нас закреплена в основу государственной лесной политики, которые были приняты правительством в 2013 году, она возникла ввиду того, что бизнес стал испытывать дефицит экономически доступного сырья. То есть, собственно говоря, вокруг крупных комбинатов просто стал пропадать тот лес, который может быть использован именно для переработки или заготовки древесины. Ответ этому уже найден был ранее в скандинавских странах. Были, кстати, технологии в Российской Федерации в 19 веке, которые наши коллеги из Скандинавии заимствовали. Теперь мы отчасти возвращаем эти технологии к нам. Это как раз-таки тот подход, когда фактически мы переходим к целевому лесовыращиванию и с гарантированным воспроизводством лесов, которые мы вырубаем на территории экономической доступности. То есть мы, условно говоря, работаем в плече вокруг комбината 200 километров, но мы исходим из того, что мы сохраняем старовозрастные малонарушенные леса, которые растут на удаленной территории, и в то же самое время мы обеспечиваем вторичное использование лесов на территории рядом с предприятиями. Понятно. Мы сейчас ненадолго совсем прерываемся и продолжим. В эфире «Дело» мы продолжаем обсуждать ситуацию в российском лесном хозяйстве. Иван, вы не договорили, мы были вынуждены уйти на небольшой перерыв все-таки по лесовосстановлению. Да, вы знаете, тема лесовосстановления сегодня на повестке дня. И в силу того, что все-таки в Российской Федерации продолжается год экологии, не особо охраняемых природных территорий, но, безусловно, какая еще тема в лесном хозяйстве может иметь такой важнейший экологический вклад. И вот с гордостью могу констатировать, что в этом году впервые за последние, наверное, 10 лет мы обеспечили баланс выбытия и воспроизводства лесов от сплошных рубок при заготовке древесины. То есть, а это ни много ни мало 945 тысяч гектаров. То есть, объемы лесовосстановления в год экологии, они впервые сравнялись за последние годы с объемами сплошных рубок от заготовки древесины. Есть еще один инструмент, который закроет оставшиеся выбытия 150 тысяч гектаров. Я говорю сегодня о федеральном законе о компенсационном лесовосстановлении. Сегодня завершается подготовка к внесению этого закона проекта правительством в Государственную Думу Федерального Собрания. Принцип очень простой. Если леса вырубаются для строительства дорог, недропользования, то такое количество гектаров, которое вырублено, должно быть восстановлено теми, кто вырубает эти леса. Если нет возможности сделать это в натуральном виде, то в этом случае взимается платеж, который поступает в государственные учреждения субъектов Российской Федерации, и они выполняют уже лесохозяйственные работы на этих территориях. Мы рассчитываем, что в этом году этот закон будет принят, что депутаты его поддержат. Мы знаем о том, что такая поддержка уже есть на стадии проработки этого закона проекта в профильном комитете Госдумы. Поэтому мы рассчитываем, что этот закон закроет выбытие лесов, которое происходит именно через антропогенные воздействия. Мы будем надеяться. На связи с нами из нашей студии в отеле Кемпинский «Мойка-22» находится генеральный директор группы «ИЛИМ» Ксения Соснина. Ксения, я вас приветствую. Скажите, все-таки вы испытываете вот тот дефицит сырья, о котором мы говорили в первой части программы? Как решаете эту проблему? Как вы вообще, в принципе, видите роль бизнеса? Очевидно, что роль эта должна становиться все более серьезной в лесовосстановлении, например. Здравствуйте, добрый день. Вы знаете, я вообще хотела бы сместить несколько акцентов в область конкурентоспособности бизнеса. Давайте попробуем. И нашей промышленности, или целезно-бумажной промышленности в целом. Я бы не сказала, что мы испытываем дефицит сырья в текущем объеме, но мы хотим развиваться, мы хотим расти, мы хотим инвестировать, и мы хотим существенного роста, который будет в том числе и на пользу Российской Федерации, импортозамещению, росту экспорта и всего того, о чем мы регулярно говорим. Когда мы говорим о конкурентоспособности нашей индустрии, мы должны понимать, с кем мы конкурируем глобально. Самым крупным рынком потребителей является Азия. Мы знаем, что демографические тенденции таковы, что половина, 60% населения глобального живет в Азии. Рост потребления основной находится там. В Азию продукцию импортируют из Южной Америки, в частности, где введена плантационная модель ведения лесов. Эвкалипт, в частности, дерево вырастает за 5 лет, тогда как цикл воспроизводства лесов значительно дольше. То есть мы не должны тему вот этой конкурентоспособности с другими географическими локациями терять. Конечно, мы должны смещаться в интенсивное лесопользование. Я полностью поддерживаю. Я не буду повторять то, что сказал Иван Владимирович и Игорь Анатольевич. Я практически во всем согласна. То есть чтобы мы обеспечили рост целлюлозно-бумажной промышленности, развитие наших предприятий, мы, конечно, должны перемещаться в интенсивное лесопользование. У меня такое ощущение, особенно из начала ваших слов, собственно, вашего выступления, что что-то все-таки вам мешает, вот группе ИЛИМ, что-то то ли в регулировании, я не знаю, то ли на местном уровне мешает развиваться. Так что? Скорость. Нам мешает скорость продвижения этих вопросов. В течение года в Минюсте согласовывается правило лесопользования и правило восстановления лесов. Да, конечно, нам хотелось бы быстрее, чтобы нормативы, правила, пилотные проекты продвигались быстрее. Мы полностью поддерживаем идею интенсивного лесопользования. Мы сами являемся одним из пилотов в этой области. То есть, чтобы нам расти и развиваться, в том числе развивать города, в которых мы оперируем, регионы, и поднимать экспорт и, соответственно, воплощать свои планы, конечно, мы бы хотели ускорения. Я вас понял. Иван, есть такая проблема, что затягивает все-таки, не все так быстро, как хотелось бы? Безусловно, бизнес хочет и все, и сразу, и исходя из того, что действительно это вопросы экономики, это вопросы прибыльности, доходности. Я на самом деле соглашусь с Ксенией в части того, что один из документов, это документ правила ухода за лесами, он очень сложно проходит через процедуру государственной регистрации, при том, что два документа правила заготовки древесины, правила лесовосстановления, они в новой редакции приняты и уже содержат обновленные нормативы. На самом деле, когда переходили к концепции интенсивные модели ведения лесного хозяйства, мы, собственно говоря, совершали революцию в лесном хозяйстве России. Такого не было никогда на протяжении последних десятилетий, столетий. То есть это такой очень смелый эксперимент. Мы действительно брали за основу скандинавские наработки, они очень серьезно преуспели, особенно когда те же финны столкнулись с дефицитом лесных ресурсов после окончания Второй мировой войны, когда у них были истощены лесосырьевые базы. Все-таки площадь лесов в Финляндии 23 миллиона гектаров, да, там значительно меньше возможностей получать необходимые объемы, но при том, скажем так, качестве лесовыращивания, которое сегодня есть в Финляндии, они заготавливают около 70 миллионов кубометров. Согласитесь, там на 23 миллионов гектар, 70 миллионов кубометров, это очень серьезный результат. И то, о чем говорит Ксения, как раз таки и мы исходим из этой же концепции, заключается в том, что сегодня вокруг каждого крупного лесоперерабатывающего предприятия, невозможно это предприятие поднять, перенести и построить в другом месте, там, где лес растет. Можно создать условия, в том числе и нормативные, когда можно, например, вырубать лесные насаждения не по достижению ими возраста рубки, а по достижению количественной спелостности. То есть достигло дерево необходимого объема, его можно вырубать. И бизнес говорит, мы сегодня готовы ухаживать, готовы заниматься мелиорацией, готовы удобрять. Пусть наши деревья, упрощая все, растут быстрее, мы быстрее их будем рубить, быстрее будем вовлекать их в оборот. И эта концепция, она несколько новая для нас, потому что мы, имея огромные площади лесов, в последние десятилетия, особенно это остро было после окончания Великой Отечественной войны, шли по пути экстенсивного освоения лесных ресурсов. И если говорить, почему сегодня нет доступных лесосырьевых баз вокруг предприятий, к сожалению, нужно констатировать, что в 50-е, 60-е и начале 70-х годов велось истощительное лесопользование, расчетная лесосека перерубалась. И поэтому действительно, ту проблему, которую мы сегодня решаем, она возникла несколько десятилетий назад, но я думаю, мы ее решили. Ну будем надеяться, Игорь, все-таки, а вот бизнес, он насколько готов к тому, чтобы работать в этой новой интенсивной модели? Вот приходит он в ней и говорит, ребят, вот мы хотим как-то развиваться в этом направлении. Есть какие-то, может быть, совместные проекты? Есть пилотные региональные с бизнесом? Понятно, безусловно. Но в продолжение того, что Иван Владимирович обозначил, как раз мы с бизнесом заинтересованным, в частности с Элимом, который передовой продвижение своего бизнеса и смотрит на долгосрочную перспективу. Мы сейчас выполняем работы по подготовке тех нормативов, которые могут служить основой для их экономического и технологического роста. СМИ, вот подход принципиально новый, когда учитывается состояние на уровне, по выделенном уровне, когда не по всей стране в среднем берется, а вот берется конкретный участок, когда там конкретные результаты, делается более тысячи проб для того, чтобы выработать реальные цифры, а на что потом бизнес может рассчитывать в своем сырьевом планировании. И эти результаты предварительно показывают, что это очень эффективная система. До 1,6 раз можно с той же площади снимать, с одной площади снимать большее количество древесины. При этом сохраняется и экологическая составляющая, сохраняются биотопы. Это тоже очень важный момент. И можно тогда эффективно планировать лесовосстановление. В частности, вот Иван Владимирович сказал, что там с естественным восстановлением и с закрытой корневой системой, то есть смешанная. Это все наша работа, и в данном случае компания «Элим» она лидер. Ну, мы смотрим внимательно не только с компанией «Элим», с другими, но у них сегодня в науку идет серьезная опора. Было бы больше таких компаний, будем надеяться, что их будет больше. Игорь Васильев, директор Санкт-Петербургского универсного хозяйства, анвалентик и заместитель министра природных ресурсов и экологии России. В Санкт-Петербурге была Ксения Асасина, генеральный директор группы «Элима». Это было дело Кирилл Токарев. Не переключайтесь. Кирилл Токарев